Массовая сдача наемников на славянском направлении. В Херсонской области возможно готовится референдум. Джонсон распереживался и заявил, что если бы России правила женщина, вот всего бы этого не было. Расширение НАТО за счет Финляндии и Швеции. Грозит ли это России? И другие темы. Приветствую, друзья. Сводки с фронтов Украины не только. 29 июня 10.00. И начну я действительно с массовой сдачи в плен, вернее поимки тех самых наемников с разных стран, о которых любит, говорит Зеленский. Но тем не менее на славянском направлении, возле Лисичанска, также была поймана большая группа этих самых наемников. Причем интересно, что в их утверждениях, в их заявлениях говорится о том, что они как бы не ожидали, что вот такое будет и что они попадут в ловушку, в засаду. И что их фактически бросят. И определенные нехорошие отношения у некоторых были с бойцами ВСУ. Ну а также по их утверждениям, что вот те, которые попали в плен, это практически треть от всех наемников на этом направлении. Так это или не так, мы узнаем уже в ближайшее время. А также приговоры, которые их ждут. И конечно же они в курсе о том, что высшие меры наказания уже ряду их коллег, так называемым, уже были приняты. И уже даже обжалованные, ну данные товарищи, которые попали в плен со стороны разных государств, считают, что возможно все-таки их эта чаша минет. Ну а тем временем некоторые британские таблоиды, помните, даже писали о том, что если, соответственно, будет приведен приговор в исполнение по отношению британских граждан, наемников, то тогда Британия может даже развязать боевые действия. Ну, скорее всего, что это просто, опять же, заявление в таблоидах. А вот Борис Джонсон еще раз делал тоже такое странное заявление. Кстати, друзья, обязательно подписываемся на мой телеграм-канал, там я размещаю больше информации и свои мнения, которые не могу разместить на других ресурсах. Борис Джонсон на полном серьезе заявил, что если бы Путин был женщиной, он не начал бы конфликт. И сразу вспомнила знаменитая поговорка. Если бы бабка была деткой, ну и дальше вы знаете. Ну и вообще весь Г-7 прошел буквально под знаком Путина, потому что один из самых серьезных вопросов, которые запомнили все, это то, что предлагали политики на Г-7 раздеться по пояс и даже поездить на лошадях, как Владимир Путин. Ну а тем временем, как сообщает Кирилл Стримусов из Херсонской области, в Херсонской области началась подготовка к референдуму. И, кстати, зашел на сайт в интернете и уже продаются билеты, билеты с Симферополя в сторону Мелитополя и Симферополя в сторону Херсона. Ну и, конечно же, очень важный вопрос. Расширение НАТО за счет Швеции и Финляндии. Как это грозит России? Интересно, что товарищ Байденко опять оговорился и сказал, что НАТО угрожает самому НАТО. Ну а с другой стороны, Дмитрий Медведев отметил о том, что как-то и не очень угрожает НАТО России, с учетом того, что нету никаких территориальных претензий, хотя, конечно же, Россия усилит свою группировку на границах с этими странами. Но некоторые эксперты задаются вопросом, а как же украинское, если что, вступление в НАТО грозило бы России? Ну, во-первых, есть территориальные претензии, ну и, конечно же, тлеющий конфликт, который на то время был внутри Украины. Ну а если рассмотреть аллегорически ситуацию, то представьте, если вот у вас есть граната, и вас окружило 5 или 7 человек. Ну, как бы разница не очень-то большая, с учетом того, что навряд ли они решатся на что-то, зная, что у вас есть превосходство. Но с другой стороны, Украина, это уже если кто-то вас схватил за грудки или за руку, то это уже совсем другая ситуация. Но во Львовской области продолжаются панические настроения, о которых я говорил, о возможном вхождении в конфликт Белоруссии и направлении в Западные области. Но на самом деле все эти заявления преследуют несколько целей. С одной стороны, еще больше выбить различных бюджетов на область, а с другой стороны, возможно договариваться о введении якобы польских миротворцев. На этом пока все. Подписываемся на мой телеграм-канал. Дальше будет. Продолжение следует...